Ну, всем хорошо известно понятие наркотической зависимости, алкогольной зависимости, допустим, игровой зависимости. Но есть целая категория людей, которые подходят под понятие созависимых. Это родители зависимых людей, это их окружение, родственники, жены, мужья, дети. И, в общем-то, это очень и очень большой ареал тех людей, которые, переживая зависимость своих родственников, переживают и, соответственно, попадают под эту категорию. Ибо с ними тоже нужно работать очень серьезно на уровне реабилитации, потому что это тоже, в общем-то, тяжелое заболевание духовное. Дело в том, что по статистике до 50% тех, кто к нам приходит на реабилитацию в наш центр, они приходят после того, как сначала пришли их созависимые родственники. Как я уже говорил, это либо родители, либо мужья, жены, там, братья или друзья. Сначала они к нам приходят, сами начинают ходить в наш центр, и только потом подтягиваются уже их зависимые родственники. От 50 до 80% к нам попадают через созависимых своих. И на самом деле это очень важно, потому как бывает, что сам наркоман или алкоголик, он совершенно реабилитироваться не хочется. Ему такая жизнь вполне нравится, но он вносит абсолютно деструктивные отношения вокруг себя. И люди, которым он не безразличен, они мучаются, и, соответственно, им тоже нужна помощь. Они-то понимают, что все плохо, в отличие от наркомана или алкоголика. Обязательно. Потому что с точки зрения даже медицины, созависимость – это недуг, которым должны заниматься психологи. То есть не психотерапевты, а именно психологи. Соответственно, с точки зрения христианства – это тоже духовная болезнь. И церковь, естественно, готова помогать человеку, когда он страждет в любой ситуации. Так вот, созависимые – это люди страждущие, которые страждят обрести покой, обрести нормальную, полноценную жизнь. А у них не выходит из-за того, что их зависимые родственники, по большому счету, ну, их мучают. Давайте будем откровенно. Мучают. А если рассматривать созависимость как болезнь, можем мы так говорить о ней? Да. Созависимость – это определенные, скажем так, нестабильные, неспокойные внутренние состояния человека. И оно заключается в чем? Давайте приведем такой пример. Допустим, возьмем семью, где, скажем, сын – наркоман. Родители пытаются контролировать ситуацию. Сын, естественно, их не слушается. И он продолжает себя губить. Они пытаются на него воздействовать. Они пытаются его контролировать. У них, естественно, тоже ничего не выходит. В результате у них вырабатываются свои фобии, свои мании, низкая самооценка. Они не знают, что им делать. И получается целый клубок психологических проблем, с которыми они, честно говоря, тоже не знают, куда идти. Они пытаются все это переживать в себе, но это не помогает. В результате, вместо того, чтобы ситуацию стабилизировать, они все больше и больше раскручивают конфликт. И получается, что по кругу проблема. Все больше и больше зависимый себя гробит. И все больше и больше созависимые тоже себя гробят. А ситуация никак не разрешается. А какое время нужно для возникновения созависимости? На самом деле, это момент такой индивидуальный. Как только люди пытаются начать воздействовать на зависимого, так время и пошло. Все зависит от эмоционального настроя, от характера человека, ну и, в общем-то, от его мировоззрения. Ведь у созависимых какая проблема? Они пытаются контролировать ситуацию, а ситуация неконтролируемая. Они пытаются контролировать жизнь человека, но они этого делать не могут. Выхода они не видят. Соответственно, у них перепады настроения получаются. От того, что я могу все контролировать, до того, что я не могу ничего сделать. Вырабатывается определенная психопатия, что ли. Церковь должна это врачевать на самом деле. Поэтому люди, увидев невозможность вырваться из этого порочного круга, они в результате приходят к нам. Соответственно, в нашем центре с ними работают не только священники, но и психологи. Потому что, как я уже подчеркивал, реабилитация созависимости – это вопрос не психотерапии, а именно психологов. Могу сказать, что в патрологии, в учении святых отцов, все для работы с созависимыми написано. Там все есть. Нужно только уметь найти эти места высказывания святых отцов и систематизировать, собственно говоря, чем и занимаются профильные священники нашего отдела. Ну, наркоман или алкоголик, как человек достаточно безответственный, ему все равно. Он будет безобразничать везде. Соответственно, чем страшнее недуг, тем больше людей вовлекаются в этот недуг хотя бы опосредованно. И созависимость возникает тогда, когда окружающим не все равно. Но, поверьте, сосед вряд ли будет созависимым, если ему совершенно все равно, чем живет соседняя квартира. Но если, конечно, там нет ночью шума и каких-то противоправных действий. Поэтому созависимые люди – это те, которым не все равно. Которые все-таки еще заботятся, жаждут и любят человека, который, к сожалению, вот вступил на такой разрушительный путь. На самом деле этапы плавно переходят один в другой. Сначала наркозависимый начинает тихенько, скажем так, медленно, в тайне от родителей, от своих близких употреблять наркотики. И это даже не видно близким. Потом они начинают понимать, что он ведет себя не совсем адекватно, не так, как раньше. Настроение, какие-то тайны, все такое. Не может исполнять уже свои обязанности сына, мужа, отца. Куда-то пропадает, вялый или агрессивный. Они начинают подозревать, что-то здесь не то. Но он же не соглашается. Он говорит, что со мной все в порядке, со мной все нормально. Он пытается оправдаться. Почему ты пьешь? Меня друг на день рождения пригласил. А почему ты траву начал курить? Это я, у меня стресс, допустим, и все пройдет. Вот я случайно... Но все продолжается. И люди начинают пытаться на него воздействовать. И вот здесь вот включается уже элемент, скажем так, созависимости. Еще раз говорю, что созависимость, это повергает от тебя те люди, которым не все равно. Первое на первое, они пытаются ситуацию контролировать и просят. Ну, давай пойдем лечиться. Ну, давай бросишь. Ни в какую. Тогда, они, видя свое бессилие, начинают уже себя обманывать. Ничего страшного. Обязательно все будет хорошо. Он попьет чуть-чуть и завяжет. Это у него такая, ну, на работе плохо, там, кризис. Ну, вот он перестанет с этими друзьями общаться и не будет колоться. Он же должен понять, что друзья плохие. И сначала вроде попытка жесткого контроля, потом себя обман идет, а потом созависимые люди теряются. Обманывать себя они больше не хотят. Сделать ничего с этим не могут. Но приходится обманывать. Дальше продолжать. Отсюда низкая самооценка, постоянные депрессии. И на самом деле, вплоть до того, что опускаются руки, и люди начинают жить не в объективном, адекватном мире, а в мире, который они себе придумывают. В нашей семье, допустим, в нашей семье все хорошо. Мы не должны выносить СОРССБ. Все образуется. Через год все будет отлично. И они загоняют себя в такую вот внутреннюю пещеру, из которой боятся выйти. В результате получается, что созависимый превращается своего рода в раба зависимого человека. Ибо зависимый человек, не желая исправляться, начинает манипулировать своими родственниками, дабы те могли сохранять, пусть неадекватный, но свой мир, который они себе придумали. Я сегодня помучаюсь, а завтра все пройдет. Я сегодня ему, допустим, дам наводку, а завтра он устроится новую работу и передумает. Сегодня он пошел к друзьям, но вот рано или поздно их заберет милиция, и он с этими друзьями больше не будет. И вообще он должен понять, что его друг плохой. А наркоман или алкоголик, ему только этого и надо, чтобы все плясали под его дудку. В результате получается, что один человек портит жизнь всему своему ближайшему окружению. И он портит эту жизнь до такой даже степени, что его родственники превращаются в неадекватных людей. Но борьба, борьба с озависимостью зиждется исключительно на том, что человек должен выйти из этой ракушки. Он должен адекватно оценить реальность. Ведь, что сказано Христом? Будьте мудры, адекватно оцените себя, и тогда вы сможете спастись. Если вы знаете, чем вы больны, вы сможете вылечиться. Соответственно, у нас в отделе с озависимыми проводится работа, чтобы они смогли адекватно оценить ситуацию, в которую попали уже они. И только оценив ее, они смогут с нашей помощью достойным образом противостоять своему зависимому родственнику, который будет пытаться ими манипулировать. После чего они смогут его даже уговорить. Уговорить прийти на реабилитацию. Потому что он поймет, что все, его власть кончилась. Он не может дергать за ниточки. Он не может давить на их жалость. Он не может давить на их так самообман. Он не может заставить их вернуться в придуманный мир. Потому что они уже видят, что нужно принимать жесткие, жесткие меры. Не жестокие, простите, а жесткие. Чтобы их родственник принял решение с их помощью реабилитироваться. А то получается такой момент. Если я буду давать своему соседу, алкоголику, каждый день на бутылку водки, он никогда не пойдет работать. И, конечно же, сопьется. А вот если не давать, тогда он начнет чесаться. И думать, как же жить. Но проблема созависимых заключается в том, что так как они потеряли ориентиры, они не знают, каким быть. Я отвечаю, давайте подумаем вместе. И мы вместе начинаем речь сочинять. Таким образом можно воздействовать на, так сказать, их сына, мужа. И буквально, буквально потом они очень часто возвращаются и говорят, батюшка, на самом деле, как просто, пара-трешка фраз правильно построенных может человека привести к реабилитации. Не буду кокетничать, но не далее, как сегодня, мне позвонила одна женщина, с которой мы разговаривали неделю назад. Ее сын захотел прийти к нам в центр на реабилитацию. Еще неделю назад он этого не хотел. Как раз мы с ней обсуждали, что ей сказать. Она сказала, и во вторник мы с ее сыном увидимся. Ну, не чудо ли это? Чудо. Дело в том, что если пациент не хочет лечиться, это не значит, что должна страдать вся семья. Соответственно, как я уже сказал, нужно вылезти из ракушки, посоветоваться с батюшками, с психологами, профильными, опять же, профильными, которые занимаются этим вопросом, и выстроить свою жизнь так, чтобы один человек, даже живя рядом, не смог изгадить эту жизнь всем. Это определенный стиль нужно выработать, где нужно жить, обращаясь с ним достаточно жестко, но не жестоко. Вы или ваша подруга, в частности, должна сбить его желание и его возможность ей манипулировать, потому что это чистой воды манипуляция. Причем манипуляция, хотя не наглой манипуляции, не бывает. Манипуляция только наглая. Сбить возможность манипулировать ими, продолжать нормально стараться жить не ради него, а ради себя, ради семьи. А он пусть прицепом тащится. А то получается он паровоз, вокруг которого все пляшут. Система реабилитации созависимых помогает созависимым самим стать паровозами, а тот, кто не хочет реабилитироваться, пусть в хвосте тащится. Ему, поверьте, это не понравится. Потому что, потеряв власть над своими родственниками, он поймет на самом деле свою никчемность, свою ненужность и свою, так сказать, свою невозможность даже жить бок о бок с теми людьми, которые не желают плясать под его дудку. На самом деле, любой зависимый, будь то алкоголик, будь то наркоман, это величайший эгоист. Нельзя дать возможность этому эгоисту распоясаться. Поэтому система реабилитации созависимых повышает на самом деле их мирооценку, их мироощущение. Ибо им кажется, что они ничего не могут, а мы их можем научить, как можно бороться с этим злом, не теряя любви. Жестко не значит жестоко. Спасибо, отец Артемий. Скажите, пожалуйста, а часто ли созависимые принимают такое решение, как оборвать все контакты с зависимым? Бывает. Причем, не буду лукавить, иногда это решение мы помогаем им принять. Но все контакты, они рвут на время. Это терапевтическая мера. Это мера, скажем так, для научения зависимого, зависимого, что люди могут, так сказать, и без него прожить. Это не значит выкинуть за дверь и забыть. Это значит ограничить его достаточно жестко в деньгах, возможности передвижения, в информации, заставить его идти, допустим, на работу. Контролировать этот момент, но контролировать так, чтобы он понял. Контроль этот серьезный, не отступать. Бывает так, что отдается приказ или начинают кричать, если ты не бросишь, я там, ну, допустим, уеду к маме, говорит жена, и не уезжает. Ну, так он и не боится. Я оставлю тебя одного, будешь сам тут как, хочешь, так и живи, и не оставляет. Сказал, оставлю, уезжай к маме, пусть недельку сам поживет. Поймешь, что тяжело. То же самое родители, я тебя лишу денег. Лишите, лишите. Но не хлеба последнего кусок, а карманных денег. Нужно обязательно добиваться исполнения собственных приказов. И это тоже очень важный факт реабилитации созависимых. Очень важный момент. Ибо они уже не умеют добиваться исполнения собственных приказов, а надо. Это терапия. Но все контакты, все контакты обычно рвут, но наблюдая все-таки со стороны, как он живет. Вы можете попробовать от него отойти, если он не видит, что это проблема, пусть он ее увидит. Если он вас не слушает, пусть попытается один. Но если вы будете дальше за ним все время ходить, и вокруг него ситуация не изменится, так и проблему он точно не увидит. как в старом английском анекдоте. Сынок, а почему ты 6 лет молчал, а сейчас вдруг сказал, что каша не соленая? А потому что раньше все нормально было. Чтобы он увидел, что есть проблема, вы должны ему на эту проблему указать. Если он прямо не хочет видеть, указать косвенно. Поэтому ваше решение, оно может быть вполне верным, но чем оно кончится, все зависит от того, как вы его провернете, это решение. Как вы себя поведете? Я еще раз вам говорю, жестко – это не значит жестоко. Это очень важно. Потому что реабилитант, он должен видеть, что ваше поведение, оно зиждется не на ненависти к нему, а на заботе о нем. Но заботе, опять же, не то, что во всем потакать, а заботе, чтобы он пересмотрел свои жизненные принципы. Вот так. Не нужно, чтобы земля горела, не нужно бросать человека в беде. Как раз те, кто с ним вместе страдают, могут ему помочь, если будут вести себя с ним правильным образом. Ведь наркозависимый, с нашей точки зрения, это тоже человек, собственно, несчастный, больной, у него тяжелое духовное заболевание, которое можно врачевать. Ему с ним нужно работать. Но дело в том, что если от него все сразу отвернутся, это не даст никакого эффекта. Если уж нужно от него отворачиваться, то только, только правильным образом и с точки зрения исключительно, как я уже сказал, педагогики отвернуться, но определенным образом, в определенный момент и в определенный момент опять повернуться. Поэтому я и говорю о том, что наша программа, она как раз дает людям возможность правильно оценить свои силы и когда нужно эту землю под ногами наркозависимого поджечь, а когда нужно погасить. Это процесс. Это своего рода как боевая операция. Все нужно делать вовремя. Вовремя нужно отступить, вовремя нужно наступать, вовремя подтянуть резервы, вовремя спрятаться. Именно так. Посему иногда эту землю поджечь, что у него под ногами полезно. Только на определенное время, в определенном месте и определенным образом. Дело в том, что как раз реабилитация созависимых, она групповая. У нас как раз собираются группы. И эти группы нельзя сказать, что они огромные. Нет. Огромной группой работать невозможно. Среднестатистическая группа, ну там, допустим, человек 20, допустим, там 25, и они, общаясь между собой, общаясь с нашими психологами, общаясь со священниками нашими, находят в семье свое место. Опять находят, потому что зачастую в семье нарко- или алкоголизависимого происходит смена ролей. и жена, допустим, несет на себя обязанности мужа. Муж там не несет уже никаких обязанностей, потому что он только и делает, что пьет. Ребенок, там, старший брат, несет по отношению к младшему брату обязанности отца, ну, и т.д., и т.п., то есть замена ролей. И когда наши созависимые родители, там, братья, сестры между собой общаются под руководством наших священников, психологов, они обратно возвращаются, вспоминают о своих ролях. И мы пытаемся восстановить деструктивную семью, где не все, скажем так, не весь фундамент прогнил, а только одна балка. Одна часть фундамента, вот, непосредственно виновник, так сказать, всего этого в кавычках торжества прогнил, а остальные все, в общем-то, стоят на своих местах, несут правильную вахту. И через это уже обстановка в семье нормализуется, они обратно включаются в социум и вместе, вместе, единым фронтом зачастую, могут уже воздействовать на своего родственника. Потому как, опять же, я повторяю, все алкоголики и наркоманы профессиональные манипуляторы. И манипулировать они зачастую стараются людьми, близкими, по отдельности. Если же происходит определенная консолидация, не против него, ни в коем случае, не заговор с целью его сделать бомжом или убить, нет. А консолидация с точки зрения единым фронтом противостоять его эгоизму, то зачастую он отступает. Спасибо.